Донбасский акцент желтых жилетов Общество, Евросоюз и Еврозона 2 марта 16 2 Донбасский акцент желтых жилетов На улицах протестующего Парижа Можно встретить тех, кто воевал Под Донецком и Луганском Владимир Добрынин Комментарии в просмотров 736 На фото, во время акции протеста Желтых жилетов на Елисейских полях Фото, Дмитрий Орлов, ТАСС Заехать на выходные в Париж И не прикоснуться к движению желтых жилетов Для журналиста просто нонсенс Даже при условии, что направлялся он В город на сене с совершенно иными Семейными целями Но когда тут творится такой разве Инстинкт охотника за фактами И событиями удержишь под замком Особенно, когда колоритные фигуры Идут прямо тебе в руки Желтый жилет в бордавом берете В желтожилетной тусовке Кучкующейся на парижских улицах По выходным с флагами и скандирующей Нечто до неприличия антимакроновской Он выглядит персонажем из другого круга Виной тому вовсе не густая черная борода И черты лица, выдающая в нем латиносы А бордовый берет с эмблемой Бригады парашютистов сухопутных войск Франции Совсем из другого мира Как любит говорить сегодня Где желтые жилеты и где десантник и командос С таким не попытаться познакомиться Репортеру просто нельзя по определению Благо один общий язык для общения Испанский у нас обнаруживается сразу У меня по привычке обращаться К незнакомым людям за пределами России На нем, а не на английском Для него же язык сервантеса вообще родной Виктор Альфонсо Лента родился в 1988 В муниципалитете Гарсон, Колумбия Во Францию переехал в 12-летнем возрасте После окончания школы подписал контракт на службу в армии Читайте также Армата, броня для боя или для парада Танк Т-14 оказался слишком дорогим удовольствием И для армии, и для экспорта Это было просто и логично Образование я получил бесплатно И как порядочный человек должен был чем-то отблагодарить страну Такая же логика и вывела в его впоследствии Из регулярных войск на гражданку Прослужив 5 лет Виктор пришел к выводу Что на практике мы служим интересам не Франции А американцев И это мне не понравилось В какой бы конфликт мы не вмешивались Получалось, что нас бросают защищать чьи-то приватные интересы А не добродетеля моей страны Потому я ушел из армии Из армии Но не от себя Призвание быть военным продолжало Как пепел класса Стучать в сердце ленты И в 2014-ти едва началась заварушка в Донбассе Он основал ассоциацию континентального единства Целью которой было привлекать бойцов Готовых сражаться за униженных и оскорбленных Защищаться оружием в руках тех Чьи права были нарушены заведомо более многочисленным А значит и сильным противником Так он сколотил команду Поехавшую в Донбасс Воевать на стороне сепаров Слово это Виктор выговаривает практически без акцента При этом чуть улыбаясь Наверное, вспоминая что-то свое из той донецкой жизни Почему поехал именно на Украину? Да потому что Европа и США устроили там западный американский переворот И всех пострадавших надо было защищать Терминология у Виктора не столь гладкая Как у профессионального политолога Но желание творить добро и биться за правое дело с оружием в руках Если понадобится От умения жонглировать красивыми словами не зависит Скорее, наоборот Время с июня 2014 по сентябрь 2015 Виктор провел в Донбассе на Перетке После чего вернулся домой Среди желтых жилетов он появился практически сразу Как только движение себя проявило Любая демонстрация может обернуться стычкой с полицией Применением силы против митингующих Кто-то их должен защищать Кто, как ни человек, умеющий это делать профессионально Лента привлек к обеспечению безопасности манифестантов Созданную им после возвращения из Донбасса группу серебряных браслетов Название структура получила по своей визитной карточке серебристого цвета Браслету с индивидуальным номером, который получал каждый из участников группы Военная привычка, чтобы смогли опознать если что Бывшего командос заметили Причем, не только друзья 5 февраля нынешнего года в издании «Франс Сой Э» Вышел репортаж об очередной акции ЖЖ под броским заголовком Виктор Лента Лидер ультраправого ионизированного формирования пытается манипулировать желтыми жилетами Согласно французской газете Его присутствие среди активистов и его попытка появиться на первой полосе Издание дает фото оцепления, прикрывающего демонстрантов С Виктором в центре примечания АВТ, поднимает вопрос о попытке проникновения крайне правых в движение Лидеры которого настойчиво говорят о его аполитичности Что значит быть крайне правым? Поддерживать политическую или религиозную идеологию Используя возможности государства, полиции и армии, чтобы навязать ее То есть все то, что делает Эммануэль Макрон Экс-спецназовец размышляет неполоте на американские холодно Без жгучего южного темперамента По-моему, крайне правое это Макроновское вперед С либерализмом в качестве флага Национальное объединение Бывший национальный фронт Марин Лейпень Примечание АВТ, не может быть ультраправым Сторонникам суверенитета Да-да, националистам в смысле борьбы за национальную самоидентификацию французов Да, но уж никак не ультрас Вроде тех, что жгут фаеры на трибуне стадиона и покрышки на улицах Я сторонник национальной идеи суверенитета Говорит Виктор Это значит, что я считаю правильным Когда приезжие принимают традиции коренного населения И не пытаются обратить его в свою веру Я хочу, чтобы так было во Франции И в Донбассе я воевал за это же Если там основное население этнические русские И они хотят быть с Россией Значит, так и должно быть В жжи под флагом ДНР в серебряных браслетах По данным французской прессы Как минимум шесть бывших участников боев на юго-востоке Украины Испанская El Conferential сообщила на днях, что в ходе манифестаций на минувших выходных полиция задержала Сержа Муния, шествовавшего в колонии ЖЖ с флагом ДНР По стечению обстоятельств, пожимает он плечами в ответ на вопрос, за что Просто был в оцеплении Выполнял свою защитную функцию Не позволил полицейскому вломиться в ряды демонстрантов Серж был в Донбассе трижды в 2014 Когда были самые тяжелые бои В 2015 и 2016 Проникся русскостью митежного региона настолько Что даже настаивает, чтобы его звали Сергеем Впрочем, Муни утверждает, что он родился в Луганске, в 1992 году И потому он именно Сергей, а не Серж И воевать на Украину ездил по зову сердца и крови, а не за деньгами или просто пострелять Из французской армии Муни уволился по идейным соображениям Внутренне почувствовал необходимость отправиться на Украину Чтобы защитить свою малую родину от захватившей власть проевропейской клики Поддерживаемой и направляемой той же самой международной финансовой мафией Которая правят нынче во Франции и других европейских странах С тех пор меня за мои взгляды неоднократно называли фашистом и ультраправым экстремистом Только за то, что я сражался на пророссийской стороне Честно говоря, мне даже становится смешно, когда я это слышу А почему у тех, кто произносит эти оскорбления в мой адрес Не хватает ума сообразить, что на стороне украинской армии воюет целая орда наемников Из числа тех, кто прославляет нацистского прихвостня Бандеру Если в этой истории есть антифашист, то это как раз я Французскими властями Мунии квалифицируется, по словам упоминавшейся выше L-Conferential, как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Ввиду принадлежности к ультраправой организации Сам же луганский француз считает себя никем иным, как жертвой системы Французские правоохранители с моменту моей первой поездки в Донбасс Занесли меня в списки ультрас Обвинили в участии в незаконных воинских формированиях На Украине примечания АВТ Если почитать официальную прессу Так меня можно смело записывать в террористы и путинские наемники У журналистов официоза такие термины очень даже популярны С иронией говорит Серж Сергея Испанской журналистки Ирине Касада Читайте также Херсон отравит жизнь Крыма токсичным космодромом на Украине Заявили о строительстве двух площадок для запуска ракет морской и наземной Записали ли Муниев террористы пока неизвестно Хотя, скорее всего, нет Иначе бы разговаривал он не с журналистами, а с полицейскими и не в кафе, а в менее приятном месте Но слава солдата удачи, воевавшего нигде-нибудь в Африке против аборигенов Не дающих французскому правительству за 3-9 километров от Парижа Защищать свои интересы, не совпадающие с интересами коренного африканского населения Бежит впереди него, закрывая двери в мирную жизнь По словам Сергея, мелькание имени на страницах прессы в негативном плане формирует у руководителей компаний, куда собираешься устроиться, желание отказать в приеме, как только услышит имя кандидата Впрочем, даже при таком раскладе есть основания считать, что менее крупно повезло В соседней Испании на восьмерых граждан Пиренейского королевства участников боев в Донбассе еще в 2015 году завели уголовное дело Расследование до конца пока не доведено Испанская правоохранительная машина работает как асфальтовый каток Движется крайне медленно, но раскатывает в лепешку все, что попадается под колесо Обвинения испанским интербригадовцам выдвигают серьезные не только участия в незаконных вооруженных формированиях, но и покушения на убийство война же Не менее, не лень-то, не четверо других французских донецких сепаратистов, имена которых в прессе не всплывали, под статьей не ходят Возможно, здесь надо обязательно употребить слово пока Мадрид-Париж Новости Евросоюза Евросоюз повысил визовый сбор Новости Франции За желтыми жилетами вырисовывается заговор генералов Новости Франции